Друзья, про притрены. Хорошо это или плохо? Вы знаете, вот меня допустим штырит не по-детски, когда я без притренов тренируюсь. Бета-эндорфин я начинаю ловить где-то минуте на 20-й. Выплеск идет такой мощный. На притренах, я замечал, такого нет. Там единственный плюс, что тебя там пампит, и ты можешь концентрированно работать. Но опять-таки, притрены, они хороши только в том случае, если у вас есть внутренний запас энергии, и тогда вы ее можете использовать. То есть в любом случае притрены истощают гервную систему. Здесь как бы на то они и притрены. В каждый притрен входит кофеин, в отличие от того же самого боржоми. Поэтому если у вас запас есть, тогда притрен подойдет. Если запас мизерный, вы просто используете, вы все время подстегиваете резервы собственного организма. Вы их используете. Вы их запускаете, и у вас практически потом ничего не остается. Нужно время дополнительное на восстановление. Из нашего организма за счет внутренних ресурсов. Абсолютно. У кого-то эти внутренние ресурсы на достаточно высоком уровне. Тихон, ты как врач согласен? Да, безусловно согласен. Что скажешь вообще? Мы, кстати, с тобой притрены, помнишь? Помнишь, пробовали? Еще покалывание у тебя там, помнишь, я говорю, вот покалывание начинается там с 15-20 минуты на бета-аланюне. Да, появлялись положительные явления от этого. Но каждому свое. Каждому свое. Поэтому здесь надо индивидуально подходить в каждом конкретном случае. Многие ориентируются на моих друзей, на Саню Ерхунина, Андрея Сваева. Но у них очень просто большой запас внутренней энергии. Поэтому они могут использовать притрены. Тренироваться длительное время, и как бы все окей. Но не каждый способен упарываться притренами на каждой тренировке. Или как Пашка Наган. Вот они трое закидываются там мне по-детски. И пробуют практически все притрены. Я пробовал на притренах, где-то неделю давал себе. Трен отличный. И после пятого-шестого дня начинаются дикие судороги. То есть ты выходишь на площадку, начинаешь подтягиваться. Вроде подтянулся нормально. Идешь, мышцы груди сводят так, что ты просто не можешь разогнуть руки. То есть нужно подходить. Подходить вот к этим двум столбам. И только вот растяжка спасает. Длительная растяжка. Потом опять начинаешь делать какое-нибудь упражнение. Какую-нибудь тягу. Все то же самое. Сводит страшно грудные. После того, как я с притренами завязал, все это прошло. Андрей Смаев, кстати, тоже эти все вещи отмечает. Поэтому магний B6, электролиты, кальция, натрий, калий, магний. Это обязательно, если вы используете притрены.